Друзья, сегодня мы расскажем вам о ноже российского производителя компании Кизляр Суприм. Модель называется Аскет. Этот нож был выигран на зарубе, проходившей на весенней выставке клинок, ведущим нашего канала Вадимом Калашниковым. Это не совсем стандартный вариант ножа. Здесь на клинке применена японская сталь ВГ-10. Нож позиционируется производителем как туристический для походов и охоты. Нож достаточно компактный, с длиной клинка 90 мм и толщиной обуха 3,3 мм. На ноже спуски от 1,3 и среднее сведение. Обработка клинка Таквош – это собственная разработка Кизляр Суприм. Она формируется давлением абразивных элементов на сталь и созданием большого количества микроцарапин на ее поверхности. Накладки на рукоятке из G10 – композитного материала на основе стеклоткани и эпоксидной смолы. Нож очень легкий, весит всего 100 грамм. Ножны изготовлены из кайдекса, они подходят для ношения на шее. Клинок изготовлен из японской стали ВГ-10. Это популярнейшая сталь как в России, так и за рубежом. Она была разработана металлургическим предприятием Такэфо Спешл Стил специально для изготовления ножей еще в 1954 году. Патент на изготовление этой стали был получен еще в далеком 1959 году. Однако широкую известность и распространение на рынке она получила лишь через 30 лет, когда известные зарубежные производители стали использовать ее в первую очередь на своих складных ножах. В ассортименте нескольких известных компаний ВГ-10 стал основным материалом среднего ценового сегмента. ВГ-10 имеет достаточно простой состав. Количество углерода от 0,95 до 1%. Углерод здесь отвечает за твердость и износостойкость и позволяет термообрабатывать эту сталь до твердости в 62 единицы. Количество хрома от 14,5 до 15,5% позволяет считать эту сталь коррозионостойкой. Также в ее составе есть кобальт 1,3-1,5%. Он существенно увеличивает устойчивость к отпуску при термообработке. Это необходимо для нанесения на сталь покрытия при высоких температурах и для создания ламинатных клинков. Также в этой стали есть 0,5% вольфрама, который увеличивает прочность и твердость. Также в ней содержится молибден от 0,9 до 1,2%. Он влияет на жесткость и прочность клинка. На сегодняшний день это прямой конкурент стали N690 европейского концерна Бюллер Удохой. Сталь ВГ-10 демонстрирует высокую прочность клинка, умеренную ударную вязкость и хорошую износоустойчивость режущей кромки. Благодаря этим качествам она часто применяется в японских многослойных сталях, традиционном ламинате, в качестве центрального слоя и фирменных кухонных японских ножах. Так как сталь имеет твердость в пределах 58-60 единиц по шкале Роквилла, ее можно затачивать практически любыми абразивами. Оптимальным выбором, конечно же, будут японские бруски из оксида алюминия на магнезиальной связке, например, такие как серия NANIVA Professional. Мы будем показывать заточку этой стали с помощью веневских алмазных брусков на металлической медно-оловянной связке. Сталь ВГ-10 может быть достаточно капризной в заточке и на минимальных углах на ней могут образовываться сколы, особенно если пользоваться такой жесткой связкой, как медно-оловянная. В случае, если такое произошло, мы можем с помощью очень мягкой связки ОСБ Веневского алмазного завода убрать эти сколы. Затачивать этот нож можно практически на любой из наших точилок, профиль, кадет или блиц. Но мы будем делать это на нашей новинке ТСПРОФ Пионер. Благодарим вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и вступайте в группу в Телеграме.